Ну вот сейчас мы посмотрим какой-нибудь выберем. Показываю девчонкам цены. Может кому-то тоже интересно. Мы вам видео. Вот Bosch, Tefal 10 990. Есть обычные классические. Хорошие по мощности для моделей сейчас представлены. Так это Philips, да? Да. Есть в принципе более мощные модели Philips. Есть сейчас с хорошей скидкой, с хорошей рацией. Утюб со встроенным парогенератором. То есть уже будем говорить о бутюб для ленивых. Потому что там шесть температурных режимов. И один из них режим Optimal Temp. То есть выставили на режим... Это вот этот Bosch, да? Да. С системой принудительной очистки, с датчиком автоматического отключения, встроенным в рукоятку. То есть пар не расходуется, когда вы его не держите в руках. То есть вода не расходуется, пар не идет. Вы взяли в руку, пар снова пошел. iTemp это программа в 165 градусов. То есть на одной температуре вы можете гладить любой тип ткани, не переключая утюг. По сути, есть режим антиблеска. Это глажка темных тканей, без каких-либо там дополнительных насадок. Ой, он тяжелый такой. Пополнена из алюминия. Она покрыта слоем керамики. Очень быстро прогревается. Ну, это один, будем говорить так, один из лучших утюгов, в принципе, который сейчас есть. Собирается это все в Европе, в Испании. Качество сборки у них действительно очень высокое. Обычную воду в кранке наливают? Да, воду можно наливать из-под крана, потому что система принудительной очистки есть. И встроенный картридж, который, будем говорить так, смягчает воду, он рассчитан на весь срок усплата. Шинковка, я вообще резко, насадка для колбас. Если вы собираетесь ее использовать, вернее, делать домашние какие-то колбаски, купата может быть. Натереть, нашинковать, как же, не знаю, может быть, какие-нибудь картофельные запеканки, там, натереть, например, картофель, то же самое, на крупной терочке, либо нашинковать его сразу же, ну, чтобы не стоять, не резать его вручную. Это все мясорубка может. Хочу взять себе чехол для гладильной доски тоже. Вот такие по 1290 есть. И есть вот такие вот по 990. Вот такую я взяла. Они идут по размеру. Я, если честно, даже не знаю, какого размера у нас гладиная доска. Ну, сейчас показала. Девчонки, всем привет! Я с вами не здоровалась, потому что мы быстро-быстро, Артуру уже нужно было на работу. Мы ездили, как вы, наверное, уже поняли, в М-видео. Покупали мясорубку, утюг. Потому что, когда Артур покупал мне компьютер, нам там дали баллы. 4 тысячи у нас было. Вот. И я давно себе хотела утюг. У меня такой, знаете, старый. Не то, что старый, он самый-самый бюджетный. Мы его покупали за рублей 800. И вот всегда, когда я гладила, я вспоминала, думала, когда же я себе... Я не все вещи глажу. И вот, когда гладила, думала, когда же я, наконец, себе хороший утюг куплю. И вот, девчонки, это произошло. Я такая довольная. Я вам просто передать не могу. Ну, и мясорубку я тоже очень хотела. Просто мы, когда уезжали с Ташкента, квартира наша еще оставалась. То есть мы ее еще не продали. И вся техника у меня была. И мясорубка, и блендер хороший у меня был. Потом квартиру продали. Продавали ее без нас. Она была оформлена на Артура маму. И они продали. Просто деньги нам отправили. Вот. А то, что там оставалась, техника, ой, какая посуда, моя мама себе взяла. Вот. И когда в этот раз мы поехали, я думала, заберу блендер, мясорубку. Потому что у мамы, кажется, была до этого тоже мясорубка. А когда мы приехали, я увидела, что мама пользуется и мясорубкой, и блендером. И, естественно, у меня уже язык не повернулся ей сказать. Я думаю, ладно, себе купим. И вот поэтому девчонки купили. Потому что это необходимая вещь, да, такая мясорубка. Я всегда фарш, знаете, покупаю. И уже давно хотели купить. Сейчас вам все покажу. Мясорубку мы решили взять Bosch. Я специально вам там немножко поснимала, да, когда продавец нам вообще рассказывал, что и как. Это, получается, мясорубка. Здесь две насадки для фарша идут. Вот такая вот насадка для колбасок. Вот это вот я не знаю, что-то он про нее ничего не говорил. И три вот такие вот насадки для овощей. Как бы овощерезка вот такие кругленькие. Как бы морковку по-корейски делает. И вот это вот, если честно, я не знаю. Но он сказал, что хорошая мясорубка. Я вам цены тоже специально поснимала, показала. Открывать я ее, девчонки, сейчас не буду. Я вам ссылочки оставлю под видео. Если что, заходите, смотрите. Вот. Но, конечно, когда будем пользоваться, я вам, конечно, покажу. И вот такой, девчонки, утюг взяли. Про утюг вы тоже слышали. Он сказал, что это один из самых хороших утюгов. Утюг я сейчас открою, потому что мне как раз нужно будет платье сейчас погладить. Потом вот такой чехол взяла на гладильную доску. У меня вот этот вот чехол из фикс прайс. Он такой беспонтовый. У него и резинка здесь плохая. И он у меня вот здесь где-то прожженный. Вот, видите. И поэтому я хотела заменить. Потом взяла вот такие вот весы. Тефаль. Все, девчонки, взяла по акции. По хорошей, причем, акции. Утюг, кажется, стоил 10 тысяч нам. Ну, вы видели, да, цену. Мясорубка тоже по акции. Поэтому я вам ссылки оставлю. Может, кому-то надо. И весы мы тоже взяли по акции. Вот. Вот такие весы. Я забегала в фикс прайс, девчонки. Пока Артур понес это все в машину, я решила быстренько забежать. Ну, в общем, я не успела. Он мне уже позвонил. Настя, я и так опаздываю. Ты в фикс прайс пошла. В следующий раз ходишь, и вот взяла, успела. То, что успела, то взяла. Влажную вот такую вот туалетную бумагу. Пакеты вот такие для замораживания. Мусорные пакеты, я их люблю. И тряпочки. А, и Софийке игрушку взяли. Сейчас покажу. Вот такой вот туалетный столик для кукол. Стоил 99 рублей. Она уже его открыла. Он сидит. Сейчас вам покажу. Правда, он голубой. Мы думали, что он будет розовый. А он голубой. Видите, здесь. А он еще был на кольчинке селеневый. Селеневый тоже был? Да. Да ты моя зайка. Здесь открывается. София туда что-то там сложила. А колечки где твои? Я их потеряла. Ну, ты даешь. А тут я положу вот эти вот такие вот обувь. Сядь его за... Обувь в туалетный столик, да? В туалетном столике же должна быть помада, лаки, а не обувь. А у тебя обувь, да? Да. Еще здесь такой стульчик. Видите, он еще вот так вот. А смотри, что он у них что делает. Крутится, да? Ну, София, это девчонки на 10 минут. Сейчас одену я чехол. Вот он у меня вот здесь. Вот я тоже прижгла его утюгом. И вот здесь вот. Вообще мне не понравился. Многие, я помню, покупали вот этот вот чехол. Он у меня сразу, когда я его только одевала, вот эта резинка порвалась. И вот видите, он вот так вот свисает некрасиво. Сейчас я сниму. У меня, в принципе, вот это тоже нормальное. Но вот расцветка, видите, мне не очень нравится. Надеюсь, что подойдет чехол. Смотрите, прям впритык подошел. Видите, вот здесь. Я что-то думала, что у меня поуже гладилка. Оказывается, она у меня широкая. Ну, ничего, в принципе, вот так вот нормально. Как раз прям. Здесь тоже. Видите? Ну, ничего. Вот так вот выглядит утек. Он такой, девчонки, тяжеленький. Ну, вот сейчас, в принципе, я привыкаю уже нормально. Когда сначала подняла, прям мне показался очень тяжелый. Вот так вот он выглядит. Здесь вот такой вот стаканчик идет наливать воду. И вот это вот, я не знаю, что это такое. Он мне, кстати, сказал, обязательно перед использованием почитайте инструкцию. Я сейчас вот прочту. В принципе, как во всех инструкциях, ничего такого прям не написано нового. Ну, что детям нельзя там до 8 лет и так далее. Шнур там вытаскивать, когда воду наливаешь из сети. Ну, в общем, ничего такого нового. Так, воду налила, девчонки, утюг включила. Еще он мне сказал, что, например, если... Ой. В общем, он мне сказал, если вы гладите постельное белье, складываете его на 4 части. Одну сторону только нужно проглаживать, и белье полностью будет проглажено. Ну, я не знаю, это сказка какая-то, девчонки. Я так полюблю гладить. Еще он сказал, что датчик, именно когда в руке, он только выпускает пар. Когда вы его ставите, то пар перестает идти. Ну, в общем, не знаю, девчонки. Я буду, конечно, пользоваться. Потом еще в процессе вам расскажу. И весы, девчонки, тоже пока открывать не буду. Потому что сегодня старый Новый год. Уже сегодня отпразднуем, покушаем. И завтра я уже их открою. Ну, они вот так же выглядят. В белом цвете. Были еще в черном. Я выбрала в белом. Они еще считают процент жира в организме и индекс массы тела. Вот. И они плюс идут на 4 человека. Там как-то вес сохраняется. И можно контролировать. Но я еще не вникала. Тоже инструкцию не читала. Почитаю. Завтра уже их вытащу. Поставлю он там в коридоре. Убрала все по местам. Сложила мясорубку пока вот сюда убрала. В нижний шкаф. В принципе, она мне сегодня не нужна будет. Сегодня 13 декабря. Кстати, поздравляю вас всех с наступающим Старым Новым Годом. Я ничего готовить не буду, девчонки, вообще. Мы как-то особо и не отмечаем Старый Новый Год. Если так чисто символически. Просто Артур мне вчера предложил, говорит, давай. Мы как-то на днях в торговом центре были с детками. И я там суши увидела. Я говорю, так суши что-то хочу. У нас в семье, кроме меня, суши никто не ест. Ни Артур, ни дети тем более. Они не любят. А я люблю. И он говорит, давай завтра тебе суши закажем. Говорит, мы себе шашлыки закажем. И сами посидим. Накроем стол. Вот он с работы будет ехать. Все закажет. Сами посидим. Хочу сейчас искупаться еще, потому что у меня голова не очень свежая. Вот, немножко волосы уложу. Порядок себя приведу. А Софии мы вот уходили. Я достала домашнюю курочку. Сварю ей бульон. У меня есть домашняя лапша тоже. Супчик такой легкий ей сварю. Ну, она и шашлык тоже может покушать. Но лучше сначала суп поест, а потом уже немножко шашлычка разрешу ей. Суп она с удовольствием кушает. Куриный любит она. Вот фрикадельки ее любимые и куриный. Просто с лапшичкой. Ну, все. Лук я уже отпустила. Пусть теперь бульон варится. Я варю только для Софии. Почему вот в такой большой кастрюле? Потому что он час-полтора будет вариться и еще выкипит. Потому что курица домашняя. Ее нужно подольше поварить. И как раз вот сегодня она покушает. На завтра еще супчик останется. Я уже искупалась. Сделала девчонке скрабом лицо. Поскрабировала. Вот этим корейским. Это Тют Хаус, который я покупала. Как он мне нравится. После него, знаете, кожа вот прям наполированная. Кожа такая гладенькая. Я прям очень его люблю. Единственное, мне всегда вот этой вот пирамидки хватало на три раза. В этот раз вот хватило на два. Я просто сейчас Ване делала. Она как раз на влажную кожу. Хорошо поскрабировала. Девчонке прям очень мне нравится. Я не знаю, конечно, для чувствительной кожи, наверное, он не подойдет, я думаю. Потому что он такой мощный. Но вот у кого если жирная, комбинированная кожа, девчонки, я прям вот советую. Если вдруг не пробовали. Я сейчас, то что кожа у меня чистая, хочу сделать масочку. Достала вот с холодильника тканевую маску вот такую. Это фирма Дивитри у меня, корейская масочка. Она идет с маской для лица с витамином Е. Против морщин. Делает овал лица более подтянутым. Повышает эластичность и упругость кожи. Заметно разглаживает мелкие морщинки. Экстракт Центелла Азиатская. Обладает мощным противовоспалительным свойством. Эффективно снимает раздражение. Мгновенно успокаивает. Идеально подойдет для потерявшей упругости кожи. О, и она желтенькая такая. Вот, смотрите. Блин, надо было мне волосы собрать. Я не собрала. Сейчас как буду клеить на волосы наклею. Ой, а пахнет так приятненько. Она такая, знаете, вот эта сама сыворотка, она как молочко. О, не как вот водичка обычно. Такая как молочко. Или кала такая хорошая. Ну вот, погладила я платьишко. Его я одену. Это платье покупала в Заре. Оно вот такое, видите, длинное, с пояском. И сзади там такая, как резиночка. Видите, вот тут на поясе идет. У него плохо так материал немножечко гладится. Но мне нравятся вот такие вот платья. Они такие, знаете, универсальные и в пир, и в мир, как говорится. Можно и на праздник одеть, и на повседневку они тоже. И на Новый год я тоже типа такого одевала, только зеленое. Правда, зеленый цвет, конечно, мне больше, мне кажется, идет. Ну, кто вот в Инстаграм на меня подписан, видели, девчонки. Я фотографию выставляла. Оно очень похоже. Единственное, у него ремень немножечко пошире. И без кармашков вот здесь спереди. А так, в принципе, фасон. А, и у него и рукав длинный у того платья. А у этого получетверть рукав. Ну, вот его одену. Покупала я их, кстати, девчонки, по скидке. Вот два платья я купила за 6 тысяч. Вот это и которое вот на сам Новый год одевала. Так, прошло у меня 20 минут. Масочку снимаю. А то уже Кастар Тур едет домой. А я еще с маской. Кожа прям очень увлажненная. Я вообще люблю вот эту фирму Дивитри. У меня патчи были. Очень хорошо работали. Но единственное, сползали сильно. Так прям разглаживали под глазками. Я сыворотку оставлю. Сейчас буду делать макияж. Быстренько сделаю укладку. Ну вот, я уже привела себя в порядок. Немножечко вытянула волосы утюжком. Одела сережечки. И показываю, девчонки, как на мне сидит платье. Мне кажется, неплохо. Хотя Артур говорит, что это не мой цвет. Он говорит, он у тебя как-то с лицом сливается. И говорит, если бы он был поярче. Ну, не знаю. Я думаю, если сейчас даже носить не буду, я смогу его одевать весной или летом. Он, в принципе, подо все подойдет. И будет неплохо. Сейчас пойду быстро стелить скатерть на стол. Потому что Артур уже едет домой. Последний штрих забыли, девчонки. Душусь духами вот этими вот. Это который мне Артур подарил. Габриэль Шанель Эссенс. Они для меня, знаете, как-то по-другому совсем открылись. Поначалу, когда он мне подарил, мне казалось, что они такие, ну, для взрослых женщин. Да, вот прям совсем. Но вот на Новый год я ими душилась. И еще раз я ими душилась. Они, знаете, как-то на мне по-другому открываются. И такой женственный аромат. Мне прям очень нравится. Мы с Миланкой вот так вот, видите, развернули немножечко стол. Потому что будем сидеть. Смотрите, так телевизор будет видно. Что это, Зай? Куколки Лола. Куколки Лола. Что у тебя вот здесь, смотри, кудряшки вылезли? Новые серии. Новые серии. А здесь что? А там что было? В том пакете? Папа, спасибо. Мы хотим в мандолин везать, мама. Везет, пожалуйста. Рюкзак Милана так хотела, да? Завтра пойдешь с новым рюкзаком. Иванка в других не купил я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот папа суши принес. А где соус, Артур? Вот здесь вот соусы. Разные палочки. Что такое, Зай? Наклейки. Наклейки? Так, здесь у нас шашлык. Здесь курица, свинина. А там баранина и челокачка. Чекай, не кусочек. Кук сальто. А что ты сумки бросил туда? А у тебя нужно? Вот такой вот у нас сегодня стол. Без салатов, просто суши. Будем кушать шашлык. Миланка будет с Артуром кушать. София не хочет шашлык. Супчик тоже, видите, я вермишель уже бросила, выключила. Сейчас немножко настоится, потому что вермишель такая тоненькая, она быстро разваривается. И София бульон покушает. Бульон такой, знаете, наваристый, вкусный получился. Вот такой вот София будет супчик кушать. Самый правильный, самая правильная еда у нее. Да, Зайка? Да. Тихонечку ближе. Я сейчас тебе салфеточку дам. А я пока что буду мешать его. Мы сели около елочки. Это, наверное, будет последняя локация около елки, потому что я, девчонки, уже хочу ее убрать. И вообще в этом году она как-то меня не особо радовала. Если в прошлом году мне так нравилась наша елка, и как я только просыпалась, я сразу включала ее. То в этом году, верите, вот 31-го, 1-го она у нас горела. 2-го, 3-го, 4-го, кажется, мы ее даже вообще не включали. И уже вот на Рождество включили. Ну и вот сегодня зажгли. А так, знаете, как-то прям, ну совсем. Будем убирать. Завтра, наверное, будем убирать. Поздравляем вас с наступающим Старым Новым Годом. Желаем вам... Что мы будем желать, девочкам? Здоровья. Здоровья самое главное. Еще что пожелаем? Чтобы они были такие самые хорошие. Самые хорошие, самые красивые, самые счастливые, самые успешные, да? И самые умные. Самые умные и самые лучшие, да? Да. Девчонки, на этой ноте будем с вами прощаться. Мы увидимся с вами совсем скоро. И всем пока-пока!